здравствуйте добрый день живы здоровы слава христу как вы ничего ничего слава богу за все слава богу я просто вчера вчера вы написали да я уже у нас служба вы служили наверное тоже проходили на службу не вчера не ходили у нас ходили те которые там дальше в городе живут батюшка выезжал сказал что кому какой храм поближе те в тот и пойдут ну вот вы вот вы просто ну как бы в начале самого у нас все записывается выставляется не против нет воровать я не буду честно у меня у меня нет таких этих наклонностей ну что вы не против я уже с должен не 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 конечно пожалуйста тем более о хорошем говорим еще прятаться то ну да ну ну давайте я просто хочу эту молитву то знаете рождество твое христе боже наш в усия и мира весит разума в небо звездом служащий звездою чахуся тебе кланите солнцу правды и тебе ведите с высоты востока господи слава тебе аминь вот как будто так вот самое начало оно как бы предваряет всякое дело да господа спрашиваем помощи не сами по себе как-то живем я вот чё у меня тут немножко написал тут что чтобы у меня сумбур сумбурно никакого не было разговор а то у меня иногда 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 сумбур я такой человек немножко суета есть и поэтому от этого очень страдаю и у каждого как говорится свое с чем бороться но вот я как вы вот празднику относитесь вот к обрезанию потому что смысл то там есть праздника и как бы а сам по себе праздник ну многие тоже можно как-то один раз говорили что праздники там смысла не видите во многих праздниках и считаете что ну так обмолвились что все это такое ну ненужное то есть нагромождение такое лишнее вот по обрезанию можете сказать что-то обрезание господи сказать что-то должен не должны ваши мнения я ваше мнение нет ваш взгляд я мнение хочу убирать потому что мне о мнении сегодня пока если вы не против а мнение я немножко это с вами поговорим о мнениях потому что мнение это такой очень момент такое очень мнение и мой взгляд вот есть на мой взгляд это разные вещи правда или ну вот вы как слышите это обрезание вот вы Что за праздник такой? Да никакой это не праздник, какой это праздник С чего ради, друг, праздника Четыре столетия Даже Рождество Христово Не отмечали ни разу Это Иоанн Златоустов выделил только Они были вместе с крещением А тут обрезание, у нас только иконам празднуется Где-то около 400 праздников А в году 365 дней Батюшка подходит К храму, а нищая там Батюшка с праздником, он остановился А какой праздник? А не знаем батюшка Но они знают, что 3-4 праздника На один день Не праздники, а памятные даты Не, ну вот я к этому отношусь Тоже мне как бы есть такое Некое Что за праздник такой Мы празднуем там Усекновение главы Иоанна Претеча Как можно праздновать то, что Отсекается, то есть чему мы радуемся По-человечески мы же не можем Радоваться тому, что голову отсекли Иоанна Претеча Мы получили ангела на небе Мы получили святого И как сказал Господь, что не рождался на земле Лучше Лучше этого человека И поэтому Да, ну когда мне говорят Я немножко, у меня, конечно Смущение В смысле праздника То есть Как праздник? Как? Ну вот тут происходит момент такой На мой взгляд Ну у меня племянник Племянник в школе учится Но его не было в школе Он приходит, ну я не знаю Второй класс А голос такой басовитый Учительница спрашивает Бася, а ты что в школе не был? А у нас праздник был А какой? Ивану Крестителю голову отрубили Ну да, представьте Реакция учительницы Садись, садись Вася, садись Да Вот это Что за праздник сегодня? Усекновение хоть немножко так Оно смягчает Ну Я вот к чему сразу Как бы Вы как-то обмолвили Что говорите Что Человек двухсоставен Двухсоставен То есть тело и душа Все То есть это Ваше Ну такое Так что? Человек двухсоставен Да Дуалистичен Нет Я Ну на мой Даже Это не мое мнение Это не мой взгляд Это Мнение даже святых отцов Очень много об этом написал Святитель Феофан Затворник И он И это Это есть антропология человека То есть Православная антропология Тоже взята Из Все Все это взято Из Писания И состав Трехсоставный человек Потому что Образ и подобие В этом тоже заключаются Образ и подобие Потому что Ну С трехсоставен Душа Дух Во главе Душа и тело То есть Мы рисуем даже Такую некую пирамидку Вверху находится дух И вот Феофан Затворник Святитель Феофан Затворник Пишет о том Что дух Закрепощен Узами Греховными И Что у нас Наоборот Сегодня Дух Закрепощен И душа И душа Служанка Становится тело То есть тело становится Сегодня Перевернулась Эта пирамидка И стало Тело такое Большое И телу Служит душа Ну то есть Вот такой взгляд И он Даже Апостол Павел Часто говорил Что вы Духовные Увечевайте Душевных То есть Душевный Не может Судить Духовного То есть Вот помните Такой Душевный Духовный Почему-то Он Эту градацию Делает То есть Одно дело Мы разговариваем С человеком Душевным Мы можем Красиво Песню спеть Поговорить По душам А дух Это совсем Другое То есть В Библии Нет вот этой Сентиментальности Некой Хотя Господь Наверняка Он заходил То есть Не все Описано в Библии Сказано Что Если бы все книги Все бы написать А Господи Что не хватило бы Книг всех Чернила Не хватило бы То есть Все если писать То что Сделал Господь И поэтому Наверняка Но почему-то В Библии Нету Не осталось Вот этих Душевных Таких вот Бесед Таких вот Душевных Может где-то Сентиментальных Единственное место Где помните Да Господь Расплакался Вот именно Как душевный Когда друг Лазарь Его Умер И он Увидел плач Женщин Родственниц И он Расплакался Почему Потому что Он увидел Вот это Горе их И вот И в этом Ну как бы Можно Не то что То есть Он разделяет Душу И дух Часто Вот это Есть разделение И поэтому Антропология И об этом Как бы Свидетельствуют Святые отцы Что Об этом Святитель Ифгарфон Затурник Написал Очень хорошую Книжку Считаю Она Там именно Он указывает Вот эти все Как бы Сказать Вот эти Путы Греховные Что человек Опутан Греховными Вот этими Семи страстями С этими Слабостями Поэтому Дух Когда он Раскрепощается Этот дух Он становится Главным Над душою И то есть Мы Ну то есть Покоряемся Этому духу Он в нас И духом Мы преодолеваем Все наши Трудности В жизни Потому что Только духовный Может преодолеть Те испытания Которые Нам Господь Посылает Ну вот Вот есть Такая Как бы Ну Версия Но я Почему Что я Антитеза То есть Вы говорите Одно А я говорю Вам Другое Поэтому Вот Я подтвердил Это И такими Своими Доводами Так что Мне нужно Ответить что-то Нет Нет Я говорю Что трехсоставен Человек Не двухсоставен Двусоставен Никакого Трехсоставного Нет Это Архиепископ Лука Там придумают Дух И душа Это одно и то же Называется В разных местах И когда я говорю Человек душевный Это значит Плотской И нигде не написано Что человек умер А дух пошел А душа в другое место Везде говорится Только на два Везде Экклесиаз говорит И Павел говорит Душа его в нем Душа не вышла Когда упал Евтих И когда говорится Дух Душа и тело Это настрой Дух Шестая глава Девятый стих Откровение Говорится Увидел я душу Убиенных Под жертвенником Души А в другом месте Говорит Послание к евреям Приступили к духам Праведников В родительном падеже Праведников Принадлежавшие Праведникам В одном месте Называется душа В другом дух А слово душа В Святой Библии В Святой Библии Имеет 18 значений Сиакова 75 душ Ну не души же сидели Душой называется Весь человек Семья 5 душ В другом месте Душа его Прилепилась Где-нибудь Ну не надо пыду Чтобы пластилин Какой-то Прилепился То есть Это чувство Любви Выражается Душа моя Выходит Вон Самсон Говорит Это означает Жажда пить была Тут все Я однажды Ехал с одним Мерманатом Он как Целибат Сказать у него Священник Ну и ослы Да Ну и вот он Очень грамотный Такой Санкт-Петербург Университет Закончил И тоже Трехсоставный Я говорю Ну где вы нашли Ну посмотрите Если умер человек То надо теперь Две части Куда-то распределить А везде Только одна Идет к Богу Одна И когда мы Погребальные Поете Везде Речь идет только о душе Но иногда Она духом Называется Ну он маленько Попытался Что-то сказать Ну а тут что Тут я вам описание открыл И явное дело Что остальное выдумка Потом едем дорогой И встретился еще один верующий Я вижу Он ему уже доказывает Что человек Двусоставный Он уже Трехсоставный Это сразу Выхлестнется Нету этого Это выдумка Ну как выдумка Когда Апостол Павел говорит Вы духовные И увещеваете душу То есть душевный Не может Рассуждать о духовном И не может Поясняю Духовные Значит рожденные Свыше Рассуждающие все Приближающие к страшному суду А плотской Который живет Одним утробой Одной Его увещеваете Душевный и духовный Душевный плотской Да-да А тело Ну когда тело Вы же тоже не отделяете Он Это же Разное Понятно что Душа и тело Это Человеки это разное Да Умирает Тело умирает А душа уходит Мы не можем сказать Что душа и тело Это одно и то же Нет Это разное Разное А когда говорится Душа Это именно душа В человеке 75 душ Сиакам Это весь человек Вместе называется душой Душой А духовно А именно о духовном Говорит Апостол Павел Вы Духовные Увещеваете Типа душевных Чтобы Дух Вот ко мне приходит человек Вот часто я такое Просто вот Как по своему практике Приходит человек Начинает мне говорить Вот пришла вчера женщина Говорит У меня Невестка Плохо родила То есть не то что родила Ей кесарево сделали И она находится В критическом состоянии Ребеночек Родился там Ну Вытащен Из утробы Килограмм там 700 грамм То есть Тоже в критическом Ситуации И она Ей сын говорит Иди беги в церковь И сделай что-нибудь Я Я говорю А что я говорю Скажите Что я Она Я говорю Вам прежде всего Надо познать Что есть вечная жизнь То есть она Ко мне пришла Как душевная Абсолютно душевная И она Мне начинает И я понимаю Мне сложно Объяснить это Что есть Что есть Другое состояние Человеческое Духовное Когда у нас Уже взоры Направлены к небу И вот этот дух В нас уже начинает Как бы Руководить нами Нашей жизнью Начинает руководить И я это четко В тебе Это услышал Потому что Когда я душевный Я никогда И молитвы у меня нет Никакой И никакого Никакого состояния Аскезы Какой-то То есть только Духом Каким-то моим Духом Я могу преодолевать Все трудности И все Душа становится Служанкой Этого духа То есть вот это Ну вот Святитель Феофан Затворник Ну его По крайней мере Еще никто Ну как сказать Против него Еще никто Не шел И у него Очень хорошо Сказано Про это Вот эти все Узы Между Между Как грех Как Ну как грех Этот дух В нас Закрепостил И у нас По сути У многих Просто Даже Ну как сказать Не живет Дух В человеке Потому что Это Ну это Может быть Это образ И подобие Божие Трохсоставность Человека Мы всегда Об этом Говорим А вы сейчас Говорите Все другое То есть Мне надо Сейчас что Менять Свою Ну как сказать Риторику Как я могу Сейчас Менять это Если мне Вот я вижу По По святым отцам Я читаю А в Библии Почему это Как бы не Не описано Как-то так Вот конкретно Потому что Наука Еще есть как Наука христианская Она же развивается Церковь развивается И она идет Своим путем Идет Господь Управляет Этой церкви И все отцы Святые Которые Если они На самом деле Написали Вещь Полезную Для души Она Из поколения В поколение Передается Многие Писания уже Забылись А вот те Которые Помогают Человеку В духовной Жизни Они остаются Ну ладно Мы как говорится Вы подсказались Что вы Не меняете Своего мнения Поэтому Я Немножко О мнениях Скажу Вот Слово Мнение Есть такое Вот А Я Очень Читаю Люблю Игнатия Бринчанинова Вот его книжка Аскетические опыты Называются Там у него есть И у него есть Такой разговор Между старцем И учеником И там есть разговор У них как раз О той О прелести О которой Вот вы кстати Очень не любите Слово Но тоже Она по сути Не встречается В Библии Ну Если уж начать с того Что в оцерковлении Аскетика Аскетика тоже Не встречается В Библии Но аскетика Мы знаем О чем идет мнение Да Много всяких слов Сегодня Которых мы встречаем В жизни И в церкви Их Они В Библии не были Потому что Ну Мы сегодня много Сегодня много Новых образований Словесных Так что Жизнь она Она всегда Она меняется Идет Течет Но я к чему И вот И вот Святитель Феофан Пишет о состоянии Он о двух О состояниях Пишет Прелести Одно состояние Прелести Это мечтательность Такая Мечтательность Ну Вы как-то разделяли Мечтательность Говорите Что это вредно А вот Воображение Да Об этом пишет Он тоже Что воображение Оно Оно не Но Воображение Может очень Быстро перейти В мечтательность То есть Воображение и мечтательность. Это очень тонкая грань там такая. Ну это ладно, мы сейчас не об этом. Есть одна прелесть, а есть одна прелесть это вот эта мечтательность, а вторая прелесть это мнение. Вот как раз он описывает немножко это состояние прелести от мнения. Вот он пишет. Из этого рода прелести возникли пагубные ереси, расколы, безбожие и богохульство, ничтящнейшие видимое последствие его есть неправильное, зловредное для себя и для ближних деятельность. Зло, несмотря на ясность его и обширность, малопримечаемо и малопонимаемо. Случаются зараженными мнением, делателями молитвы и несчастья. Очевидно для всех, но редко, потому что мнение, приводя ум в ужасайшее заблуждение, не приводит его к иступлению, как приводит к рассмотрению расстроенного воображения. И вот он тут пишет, что вот тут сейчас я это я подчеркнул сейчас, он даже из Писания говорит. Даже из Писания говорит, что все. Вот на Валамском острове в отдаленной пустыне Хижни жил схимонах Порфирий, которого я и видел. Он занимался подвигом молитвы. Какого рода был этот подвиг, положительно не знаю. Можно догадываться о неправильности его по любому чтению схимонаха. Он высоко ценил книгу западного писателя Фомы Кемпийского о подражании Иисусу Христу и руководствовался ею. Книга эта написана из мнения. Порфирий однажды вечером в осеннее время посетил старцев скита, от которого невдалеке была его пустыня. Когда он прощался со старцами, они предостерегали его, говоря, не вдумай пройти по льду. Лед только что встал и очень тонок. Пустыня Порфирия отделялась от скита глубоким заливом Ладожского озера, который надо было обходить. Схимонах отвечал тихим голосом снаружи скромностью. Я уже легок стал. Он ушел. Через некоторое время услышался отчаянный крик. Скидские старцы встревожились, и выбежали. Было темно. Нескоро нашли место, на котором совершилось несчастье. Нескоро нашли средства достать утопшего. Вытащили тело, уже оставленное душою. И вот об этом он тут очень хорошо. Именно... А вот, я сейчас нашел. Зараженные прелестью мнения встречаются очень часто. Всякие, не имеющие сокрушенного духа, призывающие за собой какие бы то ни было достоинства и заслуги, всякие, не держащиеся ни уклона учения православной церкви, но рассуждающие о каком-либо догмате или предании с большой буквы произвольно, по своему усмотрению, шли по учению инославному, находятся в этой прелести. Степень уклонения и упорство в уклонении определяется степенью прелести. Немощен человек. Непременно вкрадывается в нас мнение о каком-либо виде своем. И осуществляясь наше «Я» удаляет от нас благодать Божию. Как нет, по замечанию святого Макария Великого, ни одного человека совершенно свободного от гордости, так нет ни одного человека, который был совершенно свободен от действия на него утонченной прелести, называемой мнением. Наветовало оно апостола Павла и врачевало с тяжкими попущениями Божьими. «Не хочем вас, братья», пишет апостол Коринфянам, «Не ведайте о скорби нашей, бывшей нас в Осии, якобы премногу и паче силы отяготихимся, якобы не надеетесь нам и жить, но сами в себе осуждение смерти и мехом, да не надлежащим будем нася, надеемся будем нася, но на Бога, выставляющего из мертвых». И вот тут мнение, вот это мнение, мое мнение, и к чему я вот тоже там, вот у меня было мнение, когда был в протестантской этой церкви, у меня там, мы там сели, изучаем Библию, и у нас у всех, ой, сели семь человек, прочитали один и тот же стих, и у всех все разное, у всех все разное, и мы, как же быть дальше-то, как же нам быть? Они говорят, вот Писание, только Писание, больше ничего, и тут у меня почти, да я же сейчас своими, своими рассуждениями, своими, меня лукаво уведет туда, что я туда и не выйду. Я говорю, подождите, стоп, давайте есть какие-то общепризнанные всеми объяснения этого Писания. Они, да, у нас вот есть какая-то там женщина, я говорю, как женщина? Женщина может объяснять Евангелие, ну ладно, достаю там какую-то, какая-то, Марию, ну какая-то там, Марию Уайт, там что-то, ну не знаю, и она там свое какое-то рассуждение. Я говорю, смотрите, ну это рассуждение вообще отличается от всех наших рассуждений, и мы, и мы, вот эти все наши, как бы сказать, изучение Библии превращались в конце концов в споры, просто бесконечные споры, мы заканчивали все спорами, и каждый оставался при своем мнении, опять же, и каждый ушел, что он именно имеет свое правильное мнение. И поэтому я начал думать, нет, должно быть какое-то единое, общепризнанное мнение, которое называется церковью, канонами. И вот я пришел к церкви и именно нашел там вот этот Феофилат Болгарский и и этот по Гладкову, знаете, Гладкову есть его там толкование, ну не его там, он собирал толкование, тоже достаточно неплохое. И ну то есть вот такая книжка толкование на апостол, видели такое издание, да? Да, вот достаточно доступное, доступное, понятное, без всяких его выводов каких-то он ну очень вот это очень доступно. Я к чему? Что вот соборность церкви предполагает некое, как сказать, вот я уважаю какого-то священника, я говорю, батюшка, я звоню ему, говорю, батюшка, вот у меня вот такая-такая ситуация, я так-то и так поступил, как вот ты скажешь, как я правильно сказал, я правильно сделал, и он сказал, ну сейчас я-то же себя, я-то считаю, что я все правильно сделал. Он говорит, нет, брат, ты поступил немножко не так, то есть не по христиану, ну как сказать, надо было поступить вот так, вот так, вот так, вот так было бы правильнее. Я другому звоню, говорю, батюшка, скажи, пожалуйста, вот такая ситуация у меня, я вот так поступил, у меня что-то, а у меня какое-то сомнение, ну и все. И я собираю мнение вот и с отцов, и увижу, что да, я где-то неправильно поступил, я иду, и эту ситуацию разрешаю, то есть я свою делаю, работаю над ошибками, и в этом я увидел в церковь. Я, например, написал бы книжку, да, вот у меня там, например, дар писания откроется, я не знаю там, какого, и я обязательно ее эту, дам книжку кому-то на анализ, тому, кому я очень доверяю, чтобы я не ушел в какую-то ересь и заблуждение. Вот я, у нас был такой урок к сектоведению, и я там написал, он говорит, у нас такое было задание, он говорит, напишите каждый свое, вот там, по поводу, например, какого-то догмата, ну, я не помню сейчас какой, и мы там, по этому догмату стали писать просто на листке свое, то есть, как мы вот его будем объяснять другим людям. И он, он берет и говорит, так, у тебя, у тебя тут три, он говорит, у тебя тут три ереси, и он мне объясняет, вот ересь, это тоже ересь, и я, как же так, он говорит, потому что ты, вот этими словами говоришь, что Бог, там, имеет одну плоть, ой, одно, то есть, у нее одна, одна природа, а Бог имеет две природы, Божию и человеческую, то есть, и я, как я это, я этого даже не заметил, а вот он у меня, говорит, и мне так это было, знаете, полезно, что я там, вот я там думаю, я там, у меня там свое, меня, как говорится, прет, святой дух, как у них, по этих, их прет, я с одним разговаривал, протестантам, он говорит, что с ним происходит, он говорит, а его, его торкает, его дух святой торкает, я говорю, Господи, помимо, они еще против духа святого начинают, но это же, это кощунство, я, я именно к чему говорю, что соборность церкви, но вы как-то вот все, вот так, эту соборность вы убираете, говорите, что только ваше мнение является, ну, просто исключительно, и, ну, вот я уже все, как бы, вот поэтому я уже все сказал, вот слово прелесть и гордыня, это то же, что в советское время было враг народа, это монахи придумали, выкиньте эти слова из головы, и тогда освободится место, вместо этого гнилья, воцерковлять, окормлять, слова-то самые поганые придумали, ничего в Библии нет, есть рождение свыше и нерождение, мое мнение я люблю, почему мое, если я говорю место писания, то, что вы сейчас прочитали, там кто сказал, вам сейчас просто под ножом, под пистолетом, вам никогда не возобновить, не сказать, если без этой шпаргалки, а Божье слово, оно, вот оно где, весь мир принимает, мысленно перекиньте себя в первый, второй век, еще ни Антония нету, ни Феофана Затворника, и что вы будете делать, вы останетесь в подвешенном состоянии, слово Божье говорит определенным, судить нас Бог будет по святой Библии, все, я прочитал это в первый же день, в 62-м году, 27-го сентября, я понял, что мне нужно изучать правила движения, не в Китае, не на Кубе, а в России, потому что здесь меня инспектор будет гробить по нашим правилам, вот так и нужно здесь, Господь говорит, я не сужу вас, слово, которое я говорю, оно будет судить вас, Евангелие Теяна 12.48, заучите наизусть, а еще слово он сказал, а я не закончил, словами, извините, я просто сейчас вставлю, какими словами вы оправдаетесь, словами и осудитесь, какими вы говорите, то есть вот Господь тоже об этом говорит, какими словами, словами и оправдаетесь, словами и осудитесь, Ага, простите Да, говорите, простите, я извинился Я это знаю слово Слово, которое я сказал Притча Соломона 15-13 Вы где-то маленько черкните, чтобы проверить Когда говорится дух, душа и тело Дух означает настроение Веселое сердце делает лицо веселым Это дух А при сердечной скорби Дух унывает Пока, что такое дух Наше состояние И притча 17-22 Притча Соломона Веселое сердце благотворно, как врачевство А унылый дух сушит кости, касается плоти Все, вот два места в Библии, которые показывают Ничего тройственного нет, только двойственное И Павел говорит, что не дух в нем, а душа в нем И везде, говорит, вышла душа его, по мытарствам идет душа Ни в одном месте, нигде не написано, что по мытарствам идет дух Нет, это выдумка Почему это мое мнение? Я обосновываюсь каждое слово на слове Божьем И как его истолковали святые отцы А так, ткнуть-то я скажу Да вы собираете разные бабьи басни И Лена Уайт сказала Если она сказала по слову Божию, это надо принять Независимо от кого Вот православная беседует с баптистами Ну и обязательно настрой победить Я говорю, а зачем тебе побеждать? Спорит тот, кто ничего не знает А кто знает, возвещает истину Нигде не написано, что Христос спорил Но написано, с ним спорили И не написано, что апостолы спорили Но спорили с апостолами И поэтому я сказал, не утаил Все, я свободен А почему не принимают? Причин много Грех тормозит И второе не там прописано Не на небе, а в другом месте Вот весь ответ Поэтому то, что вы прочитали Вам не восстановить Вы не повторяете Скажите, у святых отцов Где это написано? У каких святых отцов написано про двойственность человека? Можете сказать? Кто из святых отцов о двойственности человеческой говорил? Сначала посмотрим, что говорит Библия Ну мы сказали, хорошо Святых отцов Проверяем Эти слова можно трактовать Немножко по-другому Вот надо посмотреть именно, что об этом говорит толкование Вот именно, вот это Вот именно я посмотрю Да, да, хорошо А святые отцы, кто о двойственности говорит? Просто вы сказали, что святые отцы об этом говорят Кто сказал об этом? Вы можете просто подсказать? Если четко и ясно говорит святая Библия Нам не надо никого искать, чтобы опровергать Библию Если они говорят не так, как в Библии Значит, что? Как будто этого и не было Это самый легкий вариант Ибо каждый понесет свое бремя Святые отцы Вот вы сказали, Фома Кимпийский О подражании Христу А вы сами ее читали, эту книгу? Читал И что? Мне она очень не понравилась Не понравилась? Видите как? А она была по распространению в православной церкви На первом месте после Евангелия Православных, по благословению Синода Ну Да, иди, иди Ну, нет, вы про двойственность Вы святые отцы, кто? Вы просто Я говорю где, где святые отцы Сначала священное писание Я говорю про Павлипсис 6, глава 9 стих Притча Соломонова, да? Вот вы сказали Нет, это Притча Соломонова мы сказали Апокалипсис 6, глава 9 стих Тут толковать не еще Определенно, четко Жена, жена Жена Ну, а святитель Феофан Затворник Он не считается отцом церкви? Понимаете, мы принимаем то Что не противоречит у него священному писанию На суде Божьем мы не будем искать Ни Феофана, ни Игнатия Брянщининова Что сказал Господь Бог? Слово мое, оно будет судить Евангелие от Яна 12, 48 Желательно, чтобы его заучили И все остальное встанет на место На суде Божьем только по Святой Библии будет И ни один никто не встанет Ян Златоуст говорит Иудеи сошлются на Моисея А он покажет А вот написано Здравствуйте Добрый день А вот, говорит, иудеи сошлются на Моисея А он скажет А я вам говорил Из вас самих восставит пророка, как меня Его слушайте Иудеи умолкли А одного места писания Вот заметьте Подходит сатана Это самая сильная личность В потустороннем мире падшего И подходит к самому сильному К князю мира К любви Божией Ко Христу Вот я начал считать Когда у меня сразу мысль возникла Если Христос сам автор Библии Почему он своими словами не отвечает А цитирует Библию Вот это сегодня у попов вообще этого нет Они этого не знают Они где угодно там бродят Он подходит и говорит Хлебы си, камни сделай хлебами Христос бы мог садо дойти Сатана, что ты мне Он сказал Не хлебом единым жив будет человек Запитая на всяким словом Исходящим из уст Божьих Я понял Слова Христа Это как лазерный луч И сатана сразу попятился Второй раз подходит Возвел на гору Паше поклонись Все отдам Христос говорит Написано Написано Господу Богу Почему Христос отвечает Цитирует писанием Не феофаном затворником Разве это для нас не пример А что толковать то И сатана понимает силу А попы не понимают силы Библии Они дальше городят свое Он сказал Сатана попятился Третий раз Бросься вниз Он написано Живые помощи Сатана считает Живые помощи Он считает Цитирует А люди думают Это оборонительный Оберег какой-то А Господь сказал Не искушай Господа Бога Написано Три раза написано Все Отображать Отражать сатану Любого собеседника Только Библии Мне зачем думать Что когда Четко и ясно Говорится Душа убиенных под жертвенником Не дух И больше толковать не о чем Зачем Дух переворачивать Или душу на дух Кто мне дал право Почему написано Притча Соломона 30 глава 5-6 стих Щеркните себе Притча Соломона 5-6 стих Всякое слово Господа чисто Не прибавляй к словам Его Не прибавляй к словам Его Чтобы Он Чтобы Он не обличил тебя Не прибавляй Бог обличит тебя И ты окажешься лжецом А 21-27 откровение написано Ущисть лжецов в озере огненном Вот эти слова соедините вместе Не прибавлять А если не прибавлять Вам больше и говорить не о чем не надо Мы уже договорились Обнялись и поцеловались А кто еще сказал Да мало ли что сказал Они делали такое Что даже Ну самое простое взять Феофан Затворник Иоанн Кронштадтский Они не сходились между собой Он прикал Феофан Затворник Иоанн Кронштадтский Очень сурово А Иоанн Кронштадтский просто ответил Дело покажет И дело показало Весь ответ По писанию Если не сходится Тогда анафема ему Да что ты Какого ты Игнатия Брещанинова Когда 1-8 Галатам говорит Если ангел с неба Или мы апостолы Все вместе придем Будем говорить не так Не бойся скажи Анафема ему И все кончилось Анафема сгинула Дважды говорит Павел Дважды Еще раз повторяю Кто будет говорить не так Как мы Да будет анафема Я понял Смотреть надо только в Писание А толкование А вы не думали что Человек нынешний Который сейчас живет Очень сильно отличается От тех людей Которые были При первых христианах Вы не думаете что Деградация человечества Идет оно на лицо То есть мы Все больше становимся Плотяными И удаляемся От именно духовной жизни И поэтому сегодня нам Вот этим нашим Душевным и головастиком Вот этим нашим Главастиком Которым все закончили Высшее образование Им необходимо Разжевывать Какие-то вещи И понимать Потому что человек Проникая в Писание У него много вопросов Спросите любого Скажите это из Писания И он задаст вам Более-менее грамотный человек Тысячу вопросов Если он на самом деле А так конечно А ну да хорошо Аминь скажет А то что Господь сказал Изучайте Писание Ройте Копайте Ищите Изучайте То есть исследуйте Писание сказано Это же не просто сказано Исследуйте Писание Просто сидите А ну все Сказано и все Но человек Совсем по-другому сегодня И поэтому нам нужны Святые отцы Нам нужны Вот эти Образованные В духовном смысле Которые пережили На своем опыте Какой-то опыт И святые мне нужны Потому что я напрямую Богу Не могу обратиться Кто я такой Отойди от меня Господи Я человек Я человек Грешный Это апостол сказал Отойди от меня Я человек Грешный И Как мы можем Вообще сегодня Эту церковь Все что Этот опыт Можно сказать Выкинуть И сказать Вот одно Писание Да все протестанты Только сядут на Писание Они только и говорят Писание 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 Дожились Наконец-то Приехали Никакой православия Нет Только единственное Есть протестанты Библия Это чужое для нас Вот почему Не чужое Чужое Вражденное Почему Как мы Выражаем Что оно чужое Я его читаю Но меня Как говорится Никогда Не хватает Мне Мне не хватает Я поэтому ищу И мне нужно Мне Эти вещи Мне Объяснить Чтобы мне Не впадать Какие-то Своевольные Мысли И поэтому Сегодня И нам И необходимо Потому что Мы далеко ушли От того Образа церкви Который был Вот смотрите Вот церковь Первая церковь Они служили ночью Всю ночь Они с утра Слава тебе Показавшему нам свет Из солнца выходит Вот оно Вот оно было А сейчас что Мы утром Утреннюю служим Это Почему это Произошло И мало А все пели В храм приходили Все пели Вставали и пели Сегодня Разве Мы все поем То в лес По дрова Сейчас А почему Решили Давайте Стоп У нас Что-то получается Не так Давайте Люди Которые Особо Хорошо Поют Будет Отдельный Клирос То есть Это же Была Некая Некая Необходимость Создания Отдельного Клироса Так Так Здесь Не все Способны Не все Становить Все Челями Говорит Господь Не все Потому что Кому-то Надо Свечки Ставить То есть Наша Проповедь И наше Наша Благовестие Это наша Жизнь Наша Чистая Чистая Жизнь Перед Богом Вот Наша И когда Люди Увидят Нашу Жизнь Наши Добрые Дела Этим Прославим Бога А это Мы с утра До вечера Будем Говорить Ну и Что Толку Вот у меня Сосед Пипил Как и Пил Я ему Евангелие Открываю Он Говорит Да что Ты мне Свою Евангелие Ему Это Он Даже И слышать Не хочет Кто Слышит Тот Слышит Тот Услышал Зов Божий Все Овечки Овечки Христовы Они Слышат Пастор Идут На этот Голос Идут Придут Кому Надо А те Которых Это Бесполезно Только Моя Личная Жизнь Моя Личная Мой Личный Образец Поможет Этому Человеку Я ему Помогу Он скажет Что ты Мне Помогаешь Я такая Гнида А ты Мне Помогаешь Я говорю Мне Христос Это Научил Я сам Был Такой Как ты Даже Еще Хуже Было А Меня Господь Я И бесноватый Был И блудник Был И разбойник Был Я все В одном Лице Когда Мы служим Службу Я во всех Этих Грехах Вижу Себя Что это Я был И я Та Блудница Я поэтому Говорю Что церковь Имеет Развитие Какое И мы Сегодня Да Мы можем Говорить О Евангелии Конечно же Если человек Не готов Принять Это же Уже Твердая Пища А нам Надо Еще Молочком Каким То Питать Как Мы Можем Младенца Который Только Родился Питать Сразу Евангелие Сразу Ветхий Завет Да он С ума Сойдет Он У него Он Только Родился Мы Должны Питать Молоком Каким Кашкой Какой У него Еще зубов Нет Вот Когда Зубы Полезут Тогда Мы будем Ему Крепкую Пищу Давать А он Он Взрослый Вроде Он Лет 40 А он Только Родился Духовно Вы же Говорите Про Второе Рождение Поэтому Извините Меня Вот Ваши Слова Да Для Меня Они Полезны Но Для Многих Людей Это Просто Соблазн Просто Соблазн Вы Говорите Вещи Вы Режете Не То Что Вы Говорите Это Второстепенное Вот Например Мы Говорим Про Душу Дух И Тело Это Можно Сказать Второстепенное А А Вещи Которые Уже Помогают Нам К спасению Или Нет Самый Главный Какой Догмат Господь Есть Любовь Вот Она Самая Главная Да Мы Говорим Что И Господь Есть Истина Но Любовь Его Больше Потому Что Если У него Истина Была Такая Как Любовь То У нас Никого И Не Было Потому Что Кто Не Согрешил Кто Даже И Приняв Крещение Не Грешит Постоянно Только Осуждаем Только И Ходим И Завидуем Или Превозносимся Если Что-то Мы Сделали А Какой Я Хороший Какой Я Молодец Даже Сколько У меня Всего Я Сделал Да Господь Ты Нищ У Бог И Гол Ты Говорит Господь Какой Ты Сделал Это Господь А А ты Просто Его Орудие А ты Это Язди Это Мои Мои Заслуги Ну Как Это Так Ну Простите Вот Я Ответил Потому Что Это Это Очень На мой Взгляд На мой Взгляд Это Очень Важно Чтобы В церкви Было Некое То есть Не то Что Равновесие Кому Надо Иди Пожалуйста И Трудись И Аскетикой Занимайся И люди Видя Твою Жизнь Они Сами Заинтересуются Они Сами К тебе Придут Они Сами Все Найдут Ну Когда Когда Вы Говорите Вот так И все И никак Иначе Ну Извините Меня Это Это Страшно Становится То есть Мне Да Даже Страшно Да Страшно Потому Потому Что Потому Что Я не Выдерживаю Ваших Критериев Вы Говорите Я Не Выдерживаю У Мне Не Хватает Ни Сил Нету Нету Потому Что Вы Говорите Высоту Такую Берете Господи Помоги Мне Главное Мне В ад Этот Не Впасть Потому Что По словам Твоему Я Должен В аду Быть Я Должен В аду Я Прежде Всего Я Я Я Говорю Господи Я Не Выдерживаю Евангельского Слова Я Не Выдерживаю Самого Малого Чего Ты Приписал Мне Вот Что А Вы Говорите Вы Берете Я В аду Буду Потому Что Я На самом Деле Нисколько Не Лукавлю Я К чему Что В церкви Есть Своя История Своя Последовательная Жизнь И Не Всем Дано Проповедовать Не Всем Дано Учительствовать Не Всем Дано А кому То Молчать Молчание Золото Сказано На Руси Доброе Слово Серебро А Молчание Золото Почему Золото Потому Что Ты Молчанием Приобретаешь Больше Чем Ты Тысячу Слов Скажешь В Многословии Не Избежать Греха Говорит Господь Потому Что Многословие Все равно Мы Ляпнем Что Нибудь Все равно Что Нибудь Свое Ляпнем Неосторожно Ляпнем И Поэтому Иссихазм Тоже У него нет Слова Иссихазм Молчание Но Оно Есть Церкви Пожалуйста Церковь Многогранная Он Как Имеет Такой Красивый Бриллиант Который Имеет Разные Грани Разные Оттенки Пожалуйста Ты Молчаник Пожалуйста У тебя Есть Ты можешь Когда Господь Даст тебе Слово Скажешь А так Молчи Господь Нам дал Два Глаза Два Уха И только Один Рот То есть Мы Должны Два Раза Больше Смотреть Слушать И Один Рот А то Нам еще Взади Рот Господь Воткнул Я к чему Говорю Игнат Тихонович Что я Не против Ваших слов Но ваши слова Они Вы просто Не даете Никакого шанса Мне по крайней мере Вашими словами Да Господь Словом Моим Этим словом Но я уже Значит Уже осужден Осужден Потому что Ничего я этого Не выдерживаю И вы мне Просто сегодня Приговор Даете И что мне делать Как мне жить дальше С этим приговором Вы мне сейчас Приговор А как мне жить У меня сейчас Семья Я сейчас Семью Свою У меня дети Рождаются И куда мне сейчас Идти Вот ответ Я не знаю Вот тогда Объясните мне Если у вас Только одно Слово Божие А мне нужны Святые отцы Они мне хоть Утешат Может быть Какой-нибудь Преподобный Серафим Саровский Скажет Ты говорит Ты говорит Несчастный И я говорит Несчастный И мы молимся Друг за друга И у меня Вот это утешение Надежда У меня уже Появляется Ладно Я вот еще Архиереи Вот вы там Ругаете всех Я вам уже говорил Подождите Вы по частям Пожалуйста Да-да-да Хорошо Это не закончили Дальше Вы хотите Услышать-то Что-то Вы сказали Что молоком Надо кормить Вы молоком-то Что называете Человеческие басни Запишите Первая Петра Вторая глава Второй стих Запишите себе А потом Наизусть Заучите Вот что я вам Показываю Это наизусть Заучить Как новорожденные Младенцы Возлюбите Чистое Словесное Молоко Это молоко Называется Евангелие Вот я нахожусь В камере В камеры Уголовники Все до одного Убийцы Насильники Я только зашел В камеру Меня никто не знает Я обошел камеру И выбираю место Где можно встать Чтобы никому не мешать Я нашел вот такое место Около двери Я обратился К старшему По хан Я говорю Скажите Я вот так стоять Будем молиться Тут никому не помешаю А как раз дверь Косяк И дальше шконка идет Кровать Да нет Молитесь Уже в первый же вечер Обстановка В камере Полностью меняется Я узнаю Сколько человек Не курят Тщательно вымоют руки И с 8 до 10 У меня проповедь Каждый Каждый день Два часа А день Разбит на 5 частей По полтора часа Молитва Псалтыр за два дня Просчитываю Новый завет Каждую неделю Полностью Новый завет Не считая 2 тысячи поклонов Я просто рассказываю Какой распорядок И вот теперь Кто не курит Они берут Даю им новый завет Они считают Я разговаривал с теми Которые как Глеб Якунин Зоя Крахмальникова Саша Огородников Верующие сидели Никто даже не слышал этого Открывается камера И охранники С двух этажей Стоят в коридоре Слушают Два часа Полное Абсолютное Внимание Ни один не закурит Предупредил Кто закурит Беседа прекращается Не приведи Бог Все лежат Полная тишина Два часа Каждый день Я начинаю С Евангелия считать Говорят А что нужно Сначала объяснять Вот как вы сказали Молоко Нет Чисто Евангелие А дальше Дается разъяснение И уже два дня Проходят Один там говорит Да мало ли Бумага все терпит Но уже через два дня Со мной сидит Директор Во главе первых секретарей Компартии идет За паровоза Преподаватель Второй группы Космонавтов Какие люди И уже через два дня Начинает спрашивать А что у вас в этой книге По этому вопросу написано Милиционер там сидит Подполковник И говорит А что у вас там написано Я начал Долго думать Да как здорово У вас Неуязвимо Опять вопрос И опять писание Писание Почему Христос Когда приступали люди Что-то спрашивают Как считаешь Как написано Как считаешь Русским людям Нельзя сказать Никак не считаю Я неграмотно 900 лет прожили Без Евангелия Вы даже не хотите понять Катастрофа Полная России Наступила Бутова Забучина Опять туда гонят попы А еще мы сказали Невзоров не такой Он говорит Я не хочу Что попов Ни с головой С колокольниц Пускали К слову Божьему Это не привязан народ Вы говорите Вот адвентисты Я у адвентистов Выступаю В их молитвенном доме Вы посмотрели С каким вниманием Вот я поехал На Украину Выступаю 450 человек Баптистов Пресвитер Дают слово Я говорил слово Но не более полчаса Пресвитер встал И от лица всех Говорит Я скажу Кто против Скажите Мы всей общиной Сегодня готовы Принять православие Вы видели такое Почему Узнай силу Божию Это меч Обоюдоострый 450 человек В один вечер Почему Дух Святой Своими силами Нельзя ничего сделать О А ты себя Понятие Разговаривать нельзя А я блудник Я убийца Павел Почему не говорил Блудник убийца Говорит Я по правде Законы непорочны А я евангелист Иоанн говорит Любящий Бога Не грешит Рожденный от Бога Не грешит Для православных Это вообще неприемлемо Первое послание Иоанна Он говорит Не грешит А вот теперь Объясни его Как не грешит Прямо Как не Он говорит Доброе Доброе Которое хочу делать Не делаю А злое Которое не хочу делать Делаю Говорит он Отец Сергий Он говорит О природе Человеческой Это уже Столковал Иоанн Златоуст Когда не было Закона Он без закона Не жил Я родился В колене Вениаминов По правде Закона Не порочный Парисея Это он говорит О человеческой природе Не о себе У Павла Не было Что хочу То не делаю Это говорит Об Адаме Вот говорят Душа По природе Христианка Какая душа Он о себе Говорит В данный момент Он сказал То это только У Адама Уже Его дети Уже душа Языческая Вот что Поэтому Ну если вы будете Говорить Что я блудник Я то другое А вы не блудник Вы на себя Напускаете А если вы такой Так не хвались Этим Как Брежнев Орденами А я не хвалюсь Это для меня Кого это привлечет Кого привлечет Никого Это Степаненко Максим выступил Там в своем отделе Миссионерском Томской епархии И говорит Откуда вы взяли Такое Что все время Нужно бресать Своими грехами Кого это привлечет Ты скажи Не Это я вам сказал Я вообще Мне это зачем Ну я то что говорю Что я Я не тот Это вы Вы себя Праведник А я не праведник Посчитайте Какой я праведник Мы святые Мы святые Мы призваны к святости Но святость еще далеко до нас Святость по крови Христовой Павел пишет Господи Иисусе Христе Помилуй меня грешного Непрестанная молитва была Я эту молитву считаю Тысячу раз в день Зачем вам читать Если вы святой Зачем вам это надо Мы Мы Искуплены кровью Христовой Павел говорит Святым избранным А в пятой главе Говорит У вас такое блудодеяние Которого у язычников нету Да кому он пишет Блудником или святым Святым Среди которых Затесался один блудник 1 Иоанна 3.9 Запишите 1 Иоанна 3.9 И рядом запишите 1 Иоанна 5.18 Это ученик любви Бог есть любовь Все он написал И говорит Всякие рожденные от Бога Рожденные свыше Не делает греха Не делает греха Потому что Семя его Слово Божие Пребывает в нем И он не может грешить Потому что рожден от Бога У православных этот стих Замазанный никогда не прочитает Почему грешен многогрешный Дальше 5.18 Мы знаем Мы верующие Что всякий Рожденный от Бога Не грешит Но рожденный от Бога Хранит себя И лукавый Не прикасается к нему Вот эти два стиха Заучите И потом объясните Не просто Как это Это не я Это протестанты Они протестанты Уже все спасены Зачем Я вам еще раз повторяю Зачем вам Читать молитву Вот эти Ты сейчас Господи Иисус Христе Сыне Божий Помилуй меня грешно Вы же святой уже Зачем вам это надо Вы сейчас не обо мне говорите Я говорю два места Стиха Писания Вы у ног Я вам сейчас говорю о вас Вы же говорите Он говорит всякий Всякий Это и вы И жена И дети Всякий рожденный от Бога Вопрос Рожден ли он свыше Если рожден свыше У вас совершенно Другие мысли будут Другой настрой Слова окормлять Там каноническая территория Вы поймете Эти слова Гнилье Нанесенное в церковь Это не евангельский язык Не делает греха Потому что Семя его пребывает в нем И он не может грешить Потому что Рожден от Бога Эти слова Чужие для православных Ну как Не может грешить Если я постоянно прихожу И знаю свои грехи То я судил кого-то То я пред кем-то Превозносся Как я не могу Вы что говорите Батюшка Чем ближе Чем ближе Я предхожу Господу К солнцу Правды Чем я вижу Больше свою Тьму Чем ближе Чем вижу свои грехи Чем они больше Обнажаются Библия есть Откройте ее Откройте Пожалуйста Откройте Вы не мне Отвечайте А сами себе Мне не надо Отвечать Я прочитал Первое Иоанна Первое Иоанна Я прочитаю Я написал Я прочитаю Вы сейчас Сейчас прочитайте Я прошу Третья глава Девятый стих Просчитайте Вслух И вы отвечаете На этот стих Меня забудьте Что я здесь Меня нету здесь Перед вами Только Библия И Иоанн Богослов Поэтому я говорю Я осужден Я осужден Я сам осужден Пожалуйста Ничего не говорите Сейчас Просчитайте Первое Иоанна 3.9 Вы же сказали Что надо исследовать Давайте исследуем Два стиха Первое Иоанна 3.9 Первое Иоанна 3.9 У нас Мы ехали на машине И там Священник Одного Подобрали Дорогой У вас что Ушло Или что там А вы меня Не видите Сейчас Да Да Не вижу Сейчас Подождите Секундочку У меня Вы что-то Там сделали У меня На компьютере Сейчас я быстро Просто найду Я не могу Найти На планшете Сейчас быстро Найду Как не может У вас же Библия в руках Ну я не могу Еще сразу Она там Такие мелкие Для меня Нашли Этот стих Ну что Не по зубам Вот батюшки Вы проповедь Скажите людям На это И начинайте В этом направлении Трудиться Не хвалитесь Я грешный Супергрешный А вот что Нам запрет И дальше Знает Всякий Что всякий Рожден от Бога Не грешит Но рожден от Бога Хранит себя И лукаво Не прикасается К нему Кого спорить Со мной не надо Спорить Вот этот стих Прям возьмите За основу Эпиграфами Сделайте проповедь Одну, вторую, третью Я преподал Я сейчас закончу Мысли Чем больше Я буду говорить Батюшка Я вел занятия В разных Пяти университетах И вот В одном Двадцать одна тысяча Студентов И мы начинали Всегда с пения Сарю небесный Я Сарю небесный Объяснял Шестьдесят проповедей Сказал на одну молитву По двадцать пять минут Какая в ней глубина Сарю небесный Утешителю Шестьдесят проповедей И ни одна не повторилась Почему? Дух святой Он наполняет Он радует Наполняет, радует Когда я познаю Что я не святой еще Что я еще Еще мне придется Топать И я еще придется Трудиться над своей Поэтому мне и нужна И аскетика Мне нужна И дух Всякий меня борет И я согрешаю Очень согрешаю порой И я Что я могу с этим сделать Ну что я буду читать Это послание И что? Оно меня Оно меня Не утешит Наоборот Оно мне еще больше Я еще больше стану Ну и что? Я буду Еще хуже То есть Я грешный Не то, что я там Многогрешный Это сложно Я реально вижу Как я могу видеть Грех другого человека Если у меня этого греха нету Для чистого ока Все светло Для грязного ока Все темно И поэтому у меня Порой бывает все темно Потому что я грехи Чужих вижу Своими грехами Потому что я Это все во мне есть И мне просто Господь Почему-то Господь меня Если бы я не пришел В церковь Я бы еще хуже был В три Там в триста раз А Господь меня Держит этим И питает Каким плохим ли Хорошим ли Не знаю Я перед Богом И поэтому я Говорю Господи Дай мне только Доползти до Тебя Дай мне не около Не около престола Твоего стоять Ну хотя бы где-то В закутке там Я к чему вот говорю Батюшка Володя хочет просчитать Толкование блаженного фофилакта Садись рядом Мир вам большое Блаженствую Спасибо Господи Помоги Господи Это на 1 Яна 5 глава 18 стих Который мы прочитали И вот блаженный фофилак Так говорит Там прочитайте дома Он говорит Однако Чтобы кто-нибудь Не подумал Что природа Его притворяется И становится Уже неуловимой Для греха Прибавляет Храните Хранить себя То есть Если не будете Хранить И беречь себя От лукавого То без сомнения Согрешите Итак Он не по природе Достигает Без грешности Но по великому Дару Божию Благодать Вот Все Все верно Все правильно А выходит Все время грешим Нашли Какой благодати Нету Я знаете Я к чему Сейчас Еще Почему Я Почему Говорят Многогрешные Там Когда святые Вот мне Ближе человек Который Ну можно сказать Как сказать Пьяница Бывшая пьяница Да Там поймет Пьяницу Или бывший наркоман Поймет Который Сейчас То есть В той луже сидит То есть Когда я подхожу К нему святой Такой весь И я весь такой То я как ему могу помочь То есть Я ему помочь не могу Говорю Но я ему скажу общие слова Иди молись Иди Все я правильно скажу Я ему даже и в Англии открою Прочитаю Да вроде Ну Помощь-то Я должен конкретным Какими-то Действительными советы Там вытащить Хотя бы из этой ямы начать Ну то есть Я к чему Что я Я Я вы правильно все говорите Я Тут как можно сказать Что можно против Библии Поэтому мне и дам Игнатий Бричининов Для того чтобы мне уяснить Что происходит в моей душе Какие Какие происходят движения В моей душе И он объясняет мне Что Почему грех вот этот происходит Отчего вот этот грех происходит Почему грех самомнения Вот это очень Надо его бояться тоже Потому что да Меня Я стану святым И тут другой Знаете этот говорит Один монах Да говорил Я говорит Сатану Там ему Сатана говорит ему Ты говорит Он говорит Знаешь А Макарий кажется Великий если не ошибаюсь Он говорит Ты говорит Пастись А я вообще не ем Ты говорит Мало спишь а я вообще не сплю. Но что единственное, что у тебя есть, то, что ты имеешь покаяние, а я его не имею. Смирение, смирение. Он на смирение споздал. Да, он смиряется. Смиряется перед чем? Что я такой худой, я несу вот этот крест, какой, знаете, как Господь, я курил в свое время, курил. Меня Господь взял и от всего этого очистил. Я просто призывающей благодать была, вот это состояние вот этого, на самом деле, святости. То есть я спать не хотел, есть не хотел. Мне казалось, что мне зачем все это надо? Я там ел совсем чуть-чуть, и мне этого было достаточно, потому что такое ощущение, на самом деле, Дух Господь не питал. А потом прошло это время, и на ножки Господь поставил. И тут я стал ходить, и я молиться не могу. Это я не могу. Все не могу. Я, оказывается, я был сладострастный. Я все любил так вкусно поесть, мягко поспать. И я говорю, Господи, за что же я такой весь никакой? Я не кудышный. Я не кудышный. Еще мне еще и священником стали. Я не кудышный поп. А потом еду в автобусе. Один шофер едет. Мужик дядька говорит. Я что-то ему разговаривался. Говорю, да гляньте, что мы с Россией. Что с нами происходит сейчас со всеми? Он говорит, а что вы хотели? Говорит. Мы, говорит, дети кого? Мы дети преступников, палачей, предателей. А те, кто не предал Христа, тех убили всех. То есть мужиков всех было уничтожено. И единственное, сохранились там старобрядцы в тайге, там они все прятались. Те еще как-то сохранили там какое-то преемство. А мы? У меня дед там из окна там выносил из избы там святых всех эти иконы. Бабушка там с ним ругалась там. Там чуть ли не до драки дело не дошло. А что, конечно же, я яблоко, от которого я... хуже их еще может... И все мы такие. А кого сейчас в церковь? Кто в церковь приходит? Да вчерашний... У меня это знакомый один священник. Он... У него, говорит, отец был чекистом. Расстреливал. Своими руками расстреливал. И попов расстреливал. И все. А он сегодня священником стал. А один, говорит, у меня отец храм рушил. А он священник. И мы его там, конечно, все крутят, вертят так, что он как в жерновах. И мы не понимаем, что откуда нам новых священников брать? Да их негде. Мы сейчас в таком находится состоянии духовном, падшем, что вы сейчас говорите, конечно, вещи хорошие, но вы этими словами просто меня... Вот мне голову отрезать. У меня ни надежды никакой не остается. Потому что я постоянно, каждый день у меня... Я и осуждаю кого-то. Я и кого-то... И позавидую кому-то. Я весь... Вот я просто это отслеживаю себе. Вот эти движения греховных страстей. Потому что они во мне еще есть. Они еще... Я еще не очистил их. И поэтому... Игнатий Тихонович, конечно, вы питаетесь такими, но я нахожусь вообще в такой низкой ситуации. Я этого не скрываю. У меня никогда и не было... Я пытался... У нас было у отца Анатолия. Мы там тоже считали, что мы все святые. А за стенками нашей общины никто не спасается. А мы только здесь спасаемся. Вот мы такие все тут хорошие. Мы читаем Евангелие. Мы там все цитируем Евангелие. А потом, когда дело коснулось жизни, когда жизнь из нас так немножко прикоснулась... Все... Из нас полезло из всех щелей все наши страсти. Все наши... И извините меня... Такого, чтобы прям праведника встретить, я, наверное, такого и встречал. То есть вот вы... Может, как-то вас как-то еще можно назвать праведником. Потому что вы там живете. То есть единственное... А я встречаю вокруг себя себе... Ну, что подобное? А вы сейчас хотите сделать какой-то там этот переполох, революцию сделать? Давайте все заново, давайте... Да не будет этого. Господь же все равно сожидит свою церковь. И сказано, что последние христиане, последние, когда придет антихрист, будут вперед, впереди стоять первых христиан. Представляете, какая заслуга? А чем? Что они хотя бы в малом сохранятся. Господа не предадут. А какие они будут? Да и кривые, и косые, и хромые. То есть я не знаю. Вот единственное, что у меня... Я просто руки развожу. Да, вы все правильно говорите, но у меня... Вы меня прежде всего этими словами меня просто рубите. А вы знаете, по преданию, конечно, вы к слову преданию относитесь... Вы знаете, как умирал апостол Иоанн? Ну, конечно. Если я жития святых насчитывал... Вы помните, что он... Какие были его последние... Как он... Где он там? На этом острове Патма, скажешь. Патма, да. Да. Он... Он что? К нему приходили люди, приезжали. Это уже... Это уже был. И они хотели его услышать, его слова. Вот эти... Вот то, что вы сейчас цитировали Иоанна. Сейчас думали, сейчас он выйдет им. Такие богословские речи. И все ждали от него вот этих словес, вот этих божественных. И он он уже старенький, это говорит... Выходит, говорит... Он говорит, любите друг друга. Детки, любите друг друга. Вот. Все, они не понимают. Да что ж такое-то? А мы сегодня этим Евангелем готовы со всеми переругаться, сказать, да вы... Вы такие, вы вот такие, вы сякие. А я вот... И то есть мы... У нас никакой между собой любви и нету. Потому что мы только Евангелие и начинаем и друг другу укорять. А ты вот такой, а ты вот такой. И все. И у нас и дружба, и любви. А какая тут любовь? Да, любовь это... Это прежде всего носите тяготы друг друга. А если я... У меня их... Они тяготы у меня. У меня их много. Я этим не хвастаюсь. Поверьте. Если я в своей деревне скажу, что я многогрешный, скажут, ага, батюшка блудник. Где-то нашел себя. Это однозначно. Поэтому я никогда не говорю, что я там грешный. Я перед Богом. Я захожу в алтарь и на колени. И все. Господи, прости меня. Господи, меня прости. Меня прости. Я о себе молю, потому что я хуже... Хуже вот тех людей, которые приходят. Они приходят хоть в храм, они хоть приходят в храм. Они... Они намного чище меня. Поверьте, вот эти... Они прошли... Все почти вдовы, почти всех похоронили своих мужей. И они, конечно, и... А что они там знали? Я сейчас им Евангелие раздал. Я говорю, хоть читайте, читайте. Какие вопросы у вас? Да какие, батюшка, вопросы? Тяжко. Они читают, оно же их обличает слово. Да, конечно, им тяжко. И что я им сейчас буду? Ах вы, ну давайте, говорю, давайте будем собираться как-то друг дружку хоть буду. Я вам хоть что-то... Что-то я вам буду объяснять. Может быть, будем вместе читать. Ну, потому что... А как я буду? Ко мне приходят. Они все аборты там. Многие аборты. И такие столько сделают. Что мне сейчас сделать? Их сейчас отлучить... Одну отлучить на сколько? На... Одна мне пять абортов пришла сделать. Я ж чуть не рухнула. У меня аж коленки подкосились. Я говорю, милая моя, ну это что же такое? Это же как у вас насморк, что ли? Высморкалась, что ли? Это... Ну, милая моя, ну как же ты так? Тебя же... Это... Ну, поймите, что грех, он будет за этим человеком ходить. Муки происходят от человека от того, что... Вы ему не будете говорить его, еще его обличать. Он и так уже страдает за свои грехи. Он и так уже потерпел. Она там столько потерпела. У нее уже... Она уже бедная сама, уже ничему не рада. Главное, чтобы она в петлю сейчас не залезла. Вот моя... Моя какая... Я говорю, милая моя, а я бы сейчас ее оторгнул. Она залезла в петлю, потому что она пришла, у нее надежда. Единственное, вот батюшка более-менее хороший к нам приехал. Ну, что я сейчас ей буду? Ее буду вашим словом вот этим? Ну, что? Да и мне, прежде всего, меня. Я... Меня надо голову, меня рубить за мои грехи. Потому что и мысли... И мысли всякие блудные приходят. И что, матушка забеременела? Все. Насколько... Все пост... Больше года поста выходит, понимаете? Не прикасаться нельзя. Все. Женщина забеременела. Она уже все. Она... А ты что? А у тебя же плоть... Что с плотью делать? Она же плоть. Она греховная имеет все равно. И я говорю, господи, прости меня, чтобы мне не упасть, чтобы мне... А тут еще и молодые какие. Сейчас сегодня все это... Настолько все это доступно, что только там... Только сви, как говорится, свистни. Это раньше все-таки была какая-то... Когда немец пришел на нашу родину, кстати, немецкий офицер писал, что этот народ непобедим. Потому что у них из 100 процентов... 98 процентов девственницы из девиц. 98. Сейчас, конечно, нет этого. Но он говорит, что этот народ непобедим. Потому что у них девственницы. И я народ наш люблю. Я его... Потому что я вот вижу вот постоянно только вот... Какой народ... Какой папой обалгар... Обалгар... Это время Второй мировой войны было. Когда пришел Гитлер, говорят, где девственницы были. А, ну, я знаю. И я этот народ люблю. Я вообще в восторге. Я уехал, когда в Америку жить. Я уехал отсюда. Я говорю, в этой стране пагубная. Я тут не буду. Я ноги-то здесь не будет. В Америку уехал. Нашел все. Уехал. Там начал искать себе штат, где жить. И пожил там с ними, этим между этими протестантами. А они там все только поют. Песни. У них там все хорошо. Они все святые там. И у них с утра до вечера только одни пляски. Я говорю, что это у вас тут за... Я испугался. Вот это самодовольности. У них все хорошо. Они дружат с этим миром. У них все хорошо. И они Евангелие цитируют. И все они знают. У меня знакомый был там американец Джефф. В этом штат Висконсин. Он вообще наизусть там главы целые читал. Просто брал и читал. Мы учили наизусть. Я помню, мы наизусть читали целые главы. Не просто там, а главы читали. И что? И мне с этими людьми не могу я с ними. У меня какой-то... Я вот эта самодостаточность меня просто пугала. Пугала. И я говорю, нет, я пойду в Россию. Я умру в этой России. Пускай она будет плохая, худая. И мне, знаете, очень помог этот Василий Розанов. Он пишет, как хорошо любить мать богатую, сытую. А как тяжело любить всю в грехах. Вся лежит в луже, облеванно, описанная. Мать у тебя. Что ты к ней будешь? Ты от нее отречуешься, от этой матери? Нет, ты подымешь, подойдешь, мать свою вытащишь из этой лужи мочи этой. Мама, пойдем домой. Пойдем, моя дорогая, пойдем. А я тебя сейчас... Мать моя вся... Она вся. Ее уничтожали столько. Она превратилась в блудницу. И в какую только? Нет. Я в Германию ездил. И в Германию думал, буду там жить. Припеваю. Да, там рай. Там земной рай. Но этот земной рай, он меня не радует. Я не хочу жить там. Потому что это чуждый мне народ. И не то, что чуждый. Они мне... Они интересные, умные немцы. У них... Они читают много. Я ехал там в электричке, они все сидят, многие книжки читают. Даже поинтересовался, говорю, excuse me, там, мадам ее там попросил. Они все по-английски кое-как там. Я говорю, что вы читаете? Она мне поворачивает, показывает, Достоевский идиот. Понимаете? И я стал Достоевскую после этого читать. Я его прочитал весь, и я понял, что я русский человек. Но я еще не воцерковал... Ну, как сказать? Я еще не вошел в церковь. Вот это слово не нравится вам, воцерковление? А воцерковление, кстати, оно находится в требнике. И в требнике написано воцерковление. Это когда младенца мы вносим... Мальчика мы вносим в алтарь, как образ некого священства. То есть мужчина. То есть достоинство войти в святая святых. А девочку ложим на этом. Конечно, вы к этому можете относиться. Сейчас вы можете... Что вот опять попы. Все там негодяи попы. Ну, я не к попам пришел. Я сам стал попом, да, поп. Но это... Пасторь овец православных, да? Как перевод. Но я люблю наш народ. Плохой наш народ. Но такого другого нет. Попов. Да где их лучше-то взять? Откуда их выписать? С Марса, что ли, этих попов? Они все такие, какие есть. Значит, я должен сам собой заниматься. Своей душой. Чтобы моя душа... Вот вы мне правильно сказали. Но у меня состояние в душе порой адское. Потому что вы говорите. А мне порой вообще очень страшно. Порой очень страшно. Потому что я боюсь огненного адского огня. Боюсь. Моя душа трепещет. Но я порой... У меня просто не то, что сил нет. Я говорю, Господи, прости меня. Прости. Чтобы я... Чтобы только через меня искушений не было людям. И вот... Вот и все. Я просто... Вы как говорите, да, вы все правильно говорите. Ну, вы меня просто... Приговор мне преподписывать этими словами. И вот этот преданник, который... Мне он ближе. Этот Иоанн, который говорит, любите друг друга. Мне проще любить, чем возненавидеть. Да, я могу там помочь. Но как я могу другому помочь, если я сам от каких-то грехов и страдаю? Страстями, может быть, еще и страсти во мне есть. И гнев еще неправедный есть. И суетность, и все. То есть я человек несовершенный. Нас Господь... Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Господи, несовершенный. Я несовершенный. Ой, Господи, прости нас, грешных. Меня, меня, меня. Я грешный. Я немного грешный. Я просто грешный. А, еще вот я. Вот часто... Ладно, вы уж если замолчите, я уж пока вам еще тут... Охиереи. Вот я... Есть, Господь говорит, не думайте о тех священников, потому что они уже получают воздаяние. Он о них говорит, получают уже воздаяние. То есть это не ваше дело, там, рядить их, там. Они... Понимаете, вот я всегда... Слышали эту проповедь патриарха нашего Кирилла на Рождество? Она выдана на православие.ру. Не читали его проповедь? Надо посмотреть. Я, может, прочитал и на форум перетащил. Понимаете, она там небольшая, эта проповедь, там... Но там самое, что интересно. Я не то, что там... Оно как бы сама... Он там начинает хорошо говорить. Он достаточно образованный человек. И он там говорит о Господе, что Господь родился в нищете. Что он прожил всю свою жизнь в нищете. И тут вот эти его слова, он там начинает рассуждать о нищете. И, знаете, оно контрастирует с его вот этими изобилиями, которые в он пребывает. И поэтому, когда читаешь его, ты понимаешь, что какое-то несоответствие его жизни и Господа. То есть он живет очень дорого. То есть даже никто не знает, сколько денег тратится на содержание патриарха одного. То есть это там даже сумма умалчивается. И что я могу? Ну, такое вот он. Что я могу это изменить? Я только могу ему письмо написать. Сказать, как вы пишете письмо, послание, проповедь. И в то же время сами шикуете, ездите на таких... Ну, живете в такой роскоши, что Господь... И тут же говорите о какой-то нищете. То есть несоответствие это. И оно, естественно, бросается в глаза. И как? А я его не то что несу, я молюсь за него. Что, мне тогда перестать сейчас о нем молиться, что ли? Я, конечно, подниму, говорю, Господи, Отца нашего, Отца, конечно, Отца. Да, чтобы ему дал Господь разума, чтобы Господь ему дал некого все равно. Но я-то разве могу его изменить? Я-то его не могу. Господь может. Может быть, он перед самой смертью такое принесет покаяние? Я не знаю. Господь сказал, на чем застану, в том и судить буду. А вот представьте себе, ваш смертный час придет, предположим, да? А вы в гневе в таком, кто-нибудь вам сейчас что-нибудь там скажет. И вы в гнев, как вы всегда говорите, псы там, вы как начинаете ругаться, там, Господи, хоть икону уноси из дома. И представляете, в этом Господе, вот, в эти псы там все такое, сгниете, и тут Господь вас забирает. Вот, представляете, это не страшно разве? А вы же часто можете там ругаться такими словами. Я уж вообще, я говорю, Господи, прости ты, Игнатия Тихоновича, невмени ему в это грех, чтобы он, главное, не опускался до этой ругани. Да наоборот, Господь сказал, и стремитесь к тому, кто вас обличает, а не тот, кто вас по головке постоянно гладит. К тону стремитесь, он вам больше для души пользы даст. А эти все, ой, какой вы хороший, ой, какой вы хороший, ой, ой, и все там, и все такое. И я говорю, нет, надо все-таки иметь трезвость. Церковь все-таки призывает нас к трезвости, к трезвости по отношению к самому себе, чтобы никакого обольщения не было. И поэтому Евангелие для нас, это на самом деле вершина. Вершина, до которой нам, вот мне кажется, если я хоть что-то выполнил из Евангелия, то дай Бог. Если я начинаю рассматривать свою жизнь, то говорю, нет, какой я что-то там сделал. Да я кому-то даже, может быть, кого-то и обратил ко Христу, но это не моя какая-то заслуга. Господи, да это Ты использовал меня, и используй меня, чтобы это хоть мне немножко вменилось, хоть немножко в оправдание моих грехов. Вот и все. Я закончил сейчас. Дело в чем, ваша ошибка в чем, что не знаете Библию, не знаете. И поэтому то, что я говорю, зачитываю, вы не слышите, что я говорю, глава, стих, и говорит, а он гневается, говорит. Я считаю место Писания. Вы не можете отличить мои слова от Писания, потому что они соединяются. Вот пророк Иезекииля, 3 глава, 18 стих, запишите. Иезекииля, 3, 18. Вот вы, любовь, любовь, это все сектанты говорят, любовь. Какая любовь? Если ты его любишь, ты должен помочь спастись ему. А вы его пригладываете, засыловываете. Иоанн Златоуз говорит, не размазывай языком своим, как губкой гной. Там нужно операционное вмешательство. А вы привыкли этот гной замазывать? Вот там говорит он, что если ты видел человека согрешающим и не обличил его, то он погибнет, а его кровь я с тебя взыщу, Господь говорит. Но если ты ему говорил, а он не послушал, он погибнет, и кровь его на его голове. Это не я говорю, это говорит Дух Святой. А вы-то этого не знаете. Говорите, а Игнатий говорит. Теперь, почему вы не знаете Писание, понятно почему. Нет, я не об этом говорил. Когда вы опускаетесь до ругани, вы называете, вы такими прям, ну, там, кодла. Это тоже нет в Писании такого слова. Псы есть, да, псы есть, а кодлы нету. Там сгниете, сгниете. То есть это вот это, когда вы опускаетесь до просто ругательства, то есть, ну, извините, Дух Святой вряд ли исходит в ругательствах таких. Сгниете, заживо там чуть ли не, вообще какие-то проклятия. Кто нам, разве мы судьи кому-то? У нас судьи закончились в Ветхом Завете. Судья наш, Господь. В Ветхом Завете есть судьи, а в Новом Завете судей нету. Нам сразу, он сказал, что будете судьями кому-то. Нет, нет такого. В Ветхий Завет закончился, Господь будет судья каждому. И он будет судить. Представьте, кого вы ругаетесь, а вдруг он окажется в раю вместе с вами. И он рядом будет с вами. А вы его ругаете, вы его уже прокляли здесь. Как это вообще можно? Батюшка, вы можете сейчас маленько умолкнуть? Я умолкаю, хорошо. Вы вначале сказали, будем говорить по две минуты. А у вас, получается, на ваших 20 минут, у меня одной минуты нету. Притом, моих слов нету, я считаю. Вот смотрите, я говорю, да не я говорю, это Библия говорит. Малахия, 2 глава, 2 стих. Запишите себе. Это не мои слова. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь, Бог слава, то я пошлю на вас проклятие. И прокляну ваши благословения на священников, Бог говорит. Вы это не знаете и не хотите знать. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Я благословляю, Бог говорит, я проклинаю. Феофан Затворник говорит. Если священник говорит, я благословляю, а Бог говорит, я проклинаю, не благословляю, то что будет утверждено на небе-то? Вы же скрываете все. Вы обманываете народ. Иона, скрываете священное писание, вот эти слова. Я за 53 года ни разу не слышал, чтобы говорили. Вы ни разу не прочитали, может быть, житие Макария Александрийского 17 января по старому стилю. Он видит, в церкви все причащаются, друг друга поздравляют. А он видит, видит другое. Ангельской рукой причащие заносятся в алтарь, а черные феопы в храме, во время литургии, причастникам в рот толкают уголь. Кого вы причащаете? Не вы причащаете, черти причащают углем. Вы не понимаете, что вы говорите даже. Вы убойтесь Бога. Откройте однажды это жительство. Я боюсь, поэтому боюсь. И Бог говорит, что сборище священников на пути всех. Сборище. Сборище по-русски кодло. Кодло бродящих собак. Теперь столы наполнены отвратительной блевотиной. Это не мои слова. Это Божье. А вы ругаетесь? Я не ругаюсь. Я предупреждаю, что Бог сказал, что надо принять к сведению. То, что мы здесь будем говорить, грешный, супергрешный, это не поможет. Вы не знаете силы Божьего Слова. Сатана знает, вы не знаете. Бог только сказал, и он сразу отступил. Вот пример. Вы знаете, особенно чисто живут эти тихоновцы, истинно православные христиане, катакомбники. Они не связаны с сергианским этим предательством, митрополита Сергия. Они ничего этого не знают. Они живут чисто. Они ни паспорта не получали, ничего нет. И мы однажды с ними встретились. Два человека. Они обратились. И они... Куда я их привел? В патриархию. Привел к епископу. У них монашеское звание. Митрополита был архиепископ Гедеон Докукин. Утвердил их в этом. Приезжают другие, послали. Говорят, они не возвращаются с Киева. Их группа была 32 человека. Все 32 пришли в моем доме. Силой Слова Божьего, Дух, Благодати коснулся. Все до одного пришли. Одна из них сделается настоятельностный монастыря Схима Нахиня. Она была Раиса, а потом какой-то Ксения стала, Шишкина. То есть это Бог делает. Если бы вы пользовались Словом Божьим, они эти басни, бабьи собирали, у вас успех был бы большой. Тем более вы видите, как... Ну, осознаете, что надо это. Другое ничего мне не надо. Места, на которые, обращая внимание, прочитайте их еще и еще раз. Вот, допустим, батюшки идут, и кого бы не принесли в храм, лишь бы он окрещеный был, то есть моченый. Да не моченый, а ладошкой мокрой, пухленько по башке, говорит, ему задели. Крещеный. Любого цыгана отпоют. И вот идут со святыми у покой. Я не отпеваю. Андрей, Андрей Еродивый, Симеон, он говорит, хоронят со святыми у покой. А в это время он один только видит. Один видит. Весь город рыдает, какой праведник умер. А он видит, идет сатана и трезубцем вынимает душу с него. А демоны кропят вонючей туалетной водой и сыплют пеплом. И говорят, да будьте вы прокляты христиане. Человека повинного во всех грехах вы со святыми у покой. Почему эти жития не читают о Марии Египетской и все время давят и давят? А жития Марии Магдалины, которая апостолом для апостолов была, нигде нет. А Марии Магдалины, Египетской ей никто за 800 лет не подражал. Потому что у нее ни одного шага евангельского не было. А Марии Магдалины, апостол для апостолов. Все ее житие на Евангелии вообще не знают люди. Но не ясно, что умышленно перекашивает в другую сторону. Я вот о чем говорю со скорби великою. Когда Слово Божие достигает, я вам говорю, камера вся слушает. И уже через два дня спрашивает, что у вас в этой книге написано. Меня следователь, допрашивает следователь, краевой прокуратур, он обратился. Кто кого допрашивал? Он обратился, покаялся. И принял крещение с полным погружением. У нас тут есть один священник, который крестит так, Московской Патриархии. Начальник тюрьмы, полковник меня не раз вызывает, только на основании Слова Божия умер по-христиански. Вы не знаете силу Слова Божия, потому что не знаете. Где? Вот об этом подумайте. Зачем все остальное, что вы говорили, оно век вам не потребуется, и на суде Божьем вам это не надо будет? Слово мое, оно будет судить вас. Евангелие от Яна 12, 48. Оно. И вот говорят анафема. Анафемы только для православных. Кто не любит Господа Иисуса? Маранова анафема. Кто не любит? Они его не знают, Господа. Будешь говорить не так? Анафема. Галатам 1, 8, 9. Это не мои слова. Иона, митрополит киевский, святой. И он говорит, по канонам жить надо. Святые не показали пощады, что за аборт 10 лет от ученых, и от нас пощады не будет. Вы не имеете права играть законом. Вот, допустим, прокурор, он может только соблюдать закон. Он не может по своей прихоти за убийство давать ему 2 месяца. Не может. А вы берете на себя эту миссию. Вы каноны эти как будто в глаза не видели. Ну, написано, 30 лет, я руку полагаю. Народ другой. Никто не менял правила. Я знаю, что наши посты, они не евангельские. Совершенно. Они должны быть отменены, кроме великого. Потому что 69 правило говорит. Но они есть. И поэтому мы строжайше выполняем. Даже растительного масла нет. Я имею свое мнение и говорю, что их нарушают 90% эти посты. Нет, мнение, мнение. Вот. И то постятся первую неделю, последнюю. А остальное можно не постить. Царя на Золотой Узгуту царя 7 дочерей. Почти первую, последнюю. Тебе понравится царю? Речь-то идет не обо мне. Речь идет о любви к Слову Божию и ко Христу. Мои слова... Милости хочу, а не жертвы. Игнат Тихонович, милости, а не жертвы. А вы постоянно всех милости. Господь милует. А мы... Ну вы такой, какой вы есть. Да, правильно. Это ваше... Как сейчас называется... Ваше лицо. Сейчас это называется... Как это сейчас слово такое вспомним? Имиж. Даже не имидж, а это ваш харизма. О, это ваша харизма. И вы... И я таким не стану никогда. И вы... Ну, у вас... У вас есть слова такие... А Господь скажет, придите ко мне, все труждающие, обремененные. И я упокою вас. Упокою. И мне... И мне это помогает. Что я прихожу, и мне... Господь утешает меня. Утешает и я... Как я... Евангелие я... У нас есть Евангелие. У нас каждый день мы читаем Евангелие. Каждый день. У нас есть в календаре... Там отрывок из Евангелия и из... Деяния апостола. О, из апостола. И все это... Это каждый день читается. Если мы прочитываем, то там что-то три года... За три года прочитывается почти все Евангелие. То есть... Ну, я не знаю. Это... Именно Новый Завет. Поэтому... Вот вы говорите... А... Там... Вот мне тоже вообще... Я говорю... Вот... Ну, ладно. Это как... Это... Это... Это вы говорите... Это как бы ваше, опять же, сказали, мнение. Ну, мнение... Если мы сейчас как на войне живем. Церковь это воинствующее постоянно. Когда во время войны... В 30-е годы, когда началась этот красный террор, уничтожали всех священников. И ставили уже там всех подряд... Кто уже более-менее... Вначале ставили деканов, их тоже расстреливали. Потом уже всех, кого более-менее благочестивые, мирянина ставили, тоже расстреливали. Мы сегодня тоже на войне находимся. Если мы сейчас хоть как-то будем... Ну, сейчас, как по вашему слову, то мы придем просто... Ну, я читал ваше там, как там изменить все можно. Закрыть церкви там... Ну, это утопия. Вы предлагаете утопию, которая превратится просто... Это утопия. То есть, то, что никогда не будет на земле. Вы хотите построить земное царство, что ли? Чтобы были... Все были там... Все пели потом... Я не знаю, что вы хотите. Утопию. А утопия она... Минутка остановитесь. Давайте я что-то прочитаю. Руками махать это не пойдет. Исайя 28.8. Запишите. Пророк Исайя 28.8. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной. Нет чистого места. Это Дух Святой говорит. А вот человек сейчас такой... Дальше. Я очень хочу, чтобы вы услышали, что Иоанн Златоус скажет. Беседы на Деяния апостольские. Беседа номер 3. Страница 38. Архиепископ Константинопольский. Святой Иоанн Златоус. Кавычки открыты. Не думаю, чтобы в среде священников было много спасающихся. Напротив, гораздо больше погибающих. То есть, из десятерых минимум шесть рваду будете. И именно потому, что это дело требует великой души. У епископа много нужд, которые заставляют его выходить из своего дома. Ему нужны тысячи глаз со всех сторон. Не видишь ли, как много нужно иметь ему. Он должен быть учительным, терпеливым, твердо держать все истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять здравого мужчине. Каким? Тимофея 1 послание, 3 глава, 2 стих. Титу 1 глава, 9 стих. Не по басням, а по Слову Божию, по Святой Библии. А как это трудно. И тогда, когда прочие грешат, вина падает на него. Не говоря ни о чем другом. Не говоря ни о чем другом, скажу только, что если только я один, кто отойдет из этой жизни без посвящения в таинство, не испровергнет ли этого всего его спасение. Ведь погибель одной души составляет такую потерю, которая не может выразить никакое слово. Если спасение ее имеет такую цену, что и Сын Божий сделался для этого человеком и столько претерпел, то подумай, какое наказание повлечет за собой ее погибель. Если тот через кого гибнет, другой, достоин настоящей жизни, смерти, то гораздо больше там не говори мне согрешил пресвитер или диакон. Вина всех их падает на голову рукоположивших. Дальше Серафим. Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера попрана будет. Архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты православия. И зато Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня решил, Царствие Божие, а их бы помиловал. Но Господь ответил, двоеточие, прямая речь. Не помилуй их, ибо они учат учением человеческим. Языком ждут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Настольная книга священнослужителей по благословению Павлия. Третий, дом, 601 страница. Ну а вот это, разве не устрашает, что надо Словом Божьим заниматься? Вместо заповеди Божьей учат учением человеческим. Бог ответил Серафиму, это правильно. 118-й Псалом, 113-й стих. Я-то ничего не говорю, а вы говорите, ругаете. То есть вы не можете то, что я говорю, одеть это святостью Слова Божьей. Я называю Слово Божьим, а вы это ко мне относите. Значит, неплохо Господь сделал, что мои слова не отличаются от Слова Божьих. Вы просто их, ну, ассоциируете вместе. Не мои слова это. Батюшка, дорогой, это не мои слова. Вы делаете выводы свои. Какие? Если бы ладно, вы сказали, вот про это даже. А он в другом месте, например, епископ. Он же был сам епископ, Иоанн Златоуст. Что вы об этом не говорите? Он сам был епископ. Он был срам, как, а вы ни разу в нем не сказали. Он епископ был. И что? Хорошо, что я не сказал. Не понял, что я не сказал? Он епископ был сам. Он, вы говорите, никакого я урона... Он патриархов на 100%. Только говорите то, что вы всегда говорите, приводите, что вот никакого урона я претерпел только от епископов. Ну, потому что он сам был епископ. Конечно, ему было... Это всегда было. Когда в церкви было, что все... Конечно, не было никогда идеального положения. Никогда. Преподобный Серафим об этом говорил, то сейчас о чем говорить? Что мы можем изменить сейчас в этой церкви? Скажите. Если только... Если я в своей семье, я могу что-то изменить. А вы... Вот что мы можем изменить? Я не знаю. Батюшка, все можем изменить с Божьей благодатью. Вы просто не знаете, что менять. Относите с себя. Полюбите Библию святую. Я люблю ее. Я люблю ее. Но я другие слова нахожу в Библии. Нет. Вы находите про блевотину. Вы находите про псов. А я нахожу про милость. Про некое снисхождение грешнику Господа. Господь снизошел. Он даже обрезание сегодня протерпел. Почему? Потому что он показывал, что он человек. Он знает, как человеку сложно жить на земле. И вы... А вы другие находите слова. Но вы делаете свои заключения. Свои умозаключения. И если вы уж такая проповедь... Горите вы. Идите в Барнаул. Зачем в ИГИЛ ехать? Идите в мечети. Там и проповедуйте. Выведите из мусульманства православных людей. Зачем говорить об ИГИЛе? Когда у нас полно мусульман вокруг. И у вас в Барнауле есть мечеть большая. Придите туда. Скажите им о слове Божьем. Вы же хорошо тем более знаете. А что об этом говорить? Я вот там в ИГИЛ. Что это просто какая-то... Ну просто, на мой взгляд, это просто какая-то реклама. Какая-то ненужная. То есть какая-то... Ну пиар сейчас это называется. Пиар. Вот простите, но это называется самореклама такая. Уж простите. Ну такой я. Придете когда в Царство Небесное. Обо мне помолитесь. Просто скажите. Господь, вот там... И меня, может быть, Господь помилует. Но я, по вашим словам, я в ад. Ад я должен идти. Я на самом деле, я... Ну я на милость Божию полагаюсь. У меня есть надежда, что я все-таки умею с какой-то... Хоть немножко, но... Вы говорите о вещах, которых... Ну я не знаю. То вы хулиите этого преподобного Серафима Саровска. Говорите, какой-то он там не такой, сякой, у него ничего евангельского нет. То вы его приводите слова. То вы Дмитрия Ростовского считаете, что он там басни какие-то написал. Жития святых. То теперь вы его постоянно цитируете. А святой Бонифати, вы не знаете его житие, святого Бонифати? Ну как же, не знаю, симфонию составлял. Ну вот, он вообще был... Пьяница был. Пьяница и блудник. Пьяница и блудник был. Пошел и отдал свою жизнь. Он сказал, я христианин. И его убили. Вот. А почему вы его постоянно не цитируете? Вы только свое выбираете, то, что вам удобно. А там очень многогранное. А батюшка, что мне удобно-то? Вот сейчас... Удобно. Это неудобно. Это беда. Народ погибает от неведения. Я согласен. Я вот в этом... Но у вас... Если у вас убрать всю критику митрополитов, попов, то у вас ничего не останется. Вы знаете, это из той серии, что один студент выучил все про блох. Он говорил... Он пришел и говорит, выучи про блох все. И приходит, а ему билет про рыбу достается. Он говорит, вам рыба досталась. Он такой... Я считал. Я эту басню считал. Это считал в интернете. У вас все к чему не сводится. Сейчас не обо мне речь-то идет, батюшка. Не обо мне речь идет о народе, который погибает, то, что не учат его. Совершенно не учат. Вот идет диакон. И батюшка, мой брат его спрашивает. Ну, теперь ты диакон, ты должен Евангелие знать хорошо. Он ошется за книга. Он даже не знает с Украины. А зачем же приехал? Гроши дробить. Ну, это да. Совершенно не знает. Совершенно. Ну, я о чем говорю? Вы говорите. А я говорю то, что придите ко мне. Давайте скажем. Я на этой неделе слово придите ко мне все труждающиеся обремененные, что Бог есть любовь. Я сказал 48 раз в администрации Краевой, в КГБ и говорил о том, что читаю. А вы вот эти места, что я проклинаю ваши благословения, сколько раз прочитали за свою жизнь и людям сказали, что ни разу. Вы мне говорите, что говорите. А я как раз и говорю все эти слова, придите ко мне на первом месте. А когда священникам, я говорю, вы не обольщаете этим благословениями-то. Вы сначала посмотрите, по слову ли Божию благословляете-то. А вы мне сразу ткнули, а я это. А у меня в совокупности вся Библия-то. Ваш суд совершенно неправильный. Вы не говорите, идите в мечеть. А я как раз в мечеть пошел и там проповедую. Вокруг меня ваххабиты сидят. А вы меня посылаете, а сами там не были. А теперь если я сказал туда, и сказал, что более подходящие кандидатуры послать трудно, возраст. И как я среди них был. У меня том написанный, разбирая по сурам аятам. А это пиар, это что? То есть вы коварствуете. Вы говорите, не судите, а сейчас даже не знаю, уже судите и грешите. Судите, я это вымолил у Бога. И вы судите, а вы молили у Бога беседовать с мусульманами. Я вас не обещаю, просто скажу. Понимаете, я куда иду. Вы когда говорите, не судите, вы имеете в виду, не трожьте попов. Вот один смысл, другого нет. Вы поймите, на суде Божьем вам ведь по-другому будет все. Все переменится. Я хочу вам, и большей помощи вам никто не окажет. Я день и ночь об этом молюсь. Ну, представьте, мы стоим в храме. Приезжает митрополитник, какой-то патриархийный. Я подхожу, он меня причащает. И сразу говорит, ну скажите проповедь в храме. Чего бы ради он просил, знаю, что я мирянин. Но я чтец. Вот епископы, несколько епископов. Я приехал в Москву, и три епископа ночью тайно пришли, куда я приехал. Решить вопросы свои. Значит, мне это Бог дал. Это не мое совершенно. У меня нет ни образования, ничего. И ни один не упрекнет то, что я сказал, а сам это не делаю. Я призываю только к тому, будьте искренны. Доверьтесь Богу. А ничего нельзя исправить. Вы что за паникер такой? Да откуда вам знать? Бог исправляет. Ты скажи, и ты увидишь, что будет. Ты не понимаешь, что Бог сделает. Война только может очистить народ. Мы без войны плохо или хорошо. Выходит, что сегодня исправить ситуацию может только такое сугубое вмешательство Божие. Вот вы сейчас увещеваете. Вы правильно увещеваете с одной стороны. Но они не доходят, эти слова. Как можно из крипа в клипа только ругать и ругать? Ну сказали все. Проповедуйте Евангелие. Говорите людям о Боге. Делайте это. Ну зачем люди вот, ну, ци... Я понял, я понял. Вы меня учите, что говорите. Я 53 года миссионер. И вы меня учите. Вам не стыдно это говорить? Я вас не учу. Я вас не учу. Я вас не учу. Вы даже своего брата не слушаете. Он вам что-то говорит. Вы его затыкаете. Иди отсюда. Ну нет, сейчас не упрекайте, я вам скажу. Понимаете, Слово Божие живо и действенно. У брата свои мысли. Но надо забавить, что вся община пришла... Вы пока в отношении к ним. Батюшка. Да. Община-то вся до одного человека пришли не через батюшку. А через меня, через занятия в университетах и по радио. Ну это имейте в виду. Поэтому я и говорю людям то, что есть. А батюшка делает свое дело. Мы в одной упряжке, два вола. А Моисея и Аарон, они одно дело делали. Мы в какой-то маленькой пропорции, та же самая. Вот я еду дорогой. Я никогда не еду, чтобы в поезде там молчать. Проповедую. Едут завербовались с Украины. И они на нашем маленьком полустанке слазят. Я не могу от них отстать. Мы никуда больше не поедем, только у вас остаемся. Вы не знаете силу живительную Слово Божие. Первый раз мы поговорили с ними не больше четырех часов. И они забыли, зачем едут. Я их зазомбировал. Так получается. То есть, когда говорят зомбировать, люди не знают творения Духа Святого. Они все мирскими словами наворачивают где-то. То есть, вы нигде не берете во внимание, что это Дух Божий это делает. Если я с пяти лет, я знал, что буду террористом. Вы говорите, мы комсомольцы повреждены были. У нас никто не был ни в комсомоле, нигде. Я знал, это враги рода человечества. А вы где-то крутили, вертели. У нас разный путь. Я вас не упрекаю. Но говорю, что меня Бог с первой минуты начал трясти и показал. Вот ты шел убивать в Дамаск. А теперь тебя будут гнать. Сорок киллеров тебя будут искать. Это мой путь. Ваш путь я ни разу не сказал, что не так. Это ваше дело. Но мой путь, вам его уже не пройти никогда. Это нельзя придумать, эту биографию. Нельзя придумать. Это Бог ее составляет так. И поэтому слова, они кажутся суровые и прочие. Но это не мои слова. Это Бог. Бог сказал в Слове Божьем. Вот так. Я, как говорится, у нас церковь чем хороша? Что у нас есть разные люди. И каждому место в этой церкви есть. И каждому делать... Кто-то снимает за вами, сейчас за вашей спиной фильмы. Кто-то кому-то вещать голосом. Кому-то служить. Вот батюшка у вас немногословный, но тоже обладает мудростью. Но я просто вижу, как просто ваше отношение к нему, оно... Но вы понимаете, в чем дело? Вы же свою жизнь выставляете на показ. И уж будьте любезны, что вас смотрят, да? Потому что это уникальный, уникальный, можно сказать, случай или опыт. Уникальный. Кто-то спорит. Ваши заслуги никто как бы не отбирает. И я поэтому с вами разговариваю. Трачу. Если я не видел никаких заслуг, если я не увидел чему-то от вас научиться, я бы даже с вами не разговаривал. Но меня корёбило, знай, именно корёбит то, что... Вот я даже не представил, что я священник. Пускай я там буду не священник. Пускай я просто человек, который неравнодушно отнёсся к вашим словам. Потому что неравнодушие, это тоже видно, что вы неравнодушны. Слава Богу. Но вас перехлёстывает. И где-то надо говорить, а вот я увидел это. Если бы я бы так, мне кто-нибудь позвонил бы, сказал, в духе кротости мне бы наставил, сказал, батюшка, да вот у тебя вот... Ой, да спасибо тебе, Господи, дорогой. На самом деле, где-то меня перехлёстывает. То есть вот это изменение перед... А батюшку, ну как, он приходит, говорит, что ты сюда лезешь, давай-то. И он приходит и уходит. То есть батюшка, и он... И Игорь его там начинает. И вы это поддерживаете, такое небрежение к священнику. Вот это не то, что я там хочу, чтобы нам руки целовали, как вы поройте. Да не хочу я, чтобы меня руки целовали. Главное, чтобы через меня видели Господа, что я благословляю, это Господь. Не на всё я благословляю. Ко мне подходят цыгане, говорят, батюшка, благослови. Цыгане верующие. Я говорю, стоп, на чём вас благословить-то? А она говорит, что ты сегодня не фартит? У них что-то воровство не идёт у них, они что-то не своровали. Я говорю, ну что, совсем уж о чём? Ну я уже смешно, и как говорю, как же вот так это? Ну, то есть не на всё я благословляю, но я вижу, что священник этот образ Христа должен быть. Это нормально, когда он благословляет на доброе дело, на какое-то... То есть и с самвона мы говорим такие слова и обличаем какие-то грехи. И всё идёт, работа идёт. И как по силам мы всё делаем. И вот сейчас я буду... Ну, что-то... То есть я не сижу тоже на месте. Я тоже зарабатываю себе, можно сказать, царством небесным. Сказал, не сиди, не это... Всё потихонечку иди. Дорога идёт и осилит идущий. И я вас, конечно, на вас смотрю, но я... И поэтому я к вам и звоню, потому что вы говорите, вот, смотрите, смотрите, пожалуйста, я весь открытый. Ну извините, тогда уж я буду иметь, как бы, тоже... Вы же на общий суд это. Всех критикующих вы убираете, а всех, кто с вами... Ой, ой, какой вы замечательный. Ещё давайте я сейчас вас буду. Ой, давайте, аллилуйя, печь. Ладно, скажу я. Вот священник один говорит мне так, известный протоиерей, и говорит, ну что я могу сделать? Вы видите, какой народ? Я говорю, ты дай мне слово сказать. Ты дай мне слово сказать. Один раз. Ну ладно, на литургии, меня там одели быстрее, стихарь и всё. Ну как у отца Игумена, там перед храмом Христа Спасителя, там его храм-то. Всегда приезжаю, облащаюсь и сразу. Я говорю, много не буду говорить. Только слово на Римлян 8-9. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Я за основу взял. После этого сказал, вот сейчас закончится, вы, батюшки, соберитесь все. Батюшка вас приглашает. И сразу же положили основание. Уже группа людей образовалась. При батюшке все сидят здесь. А ничего нельзя сделать. Неправда. Абсолютная, стопроцентная неправда. Вы Богу не доверяетесь. И сразу народ собрался, сразу открыли Библию, сразу начали занятия. Берите в руки карандаш. Всё. И сегодня сейчас пойдете и будете благовествовать. И они вышли в разных местах, после одной беседы уже начали говорить о Христе. Вот и всё. Надо начать делать. Говорит, ничего не сделаешь. А я отвечаю, еще ничего не делали. А начни, да и глядишь, и получится. Надо быть разновенным в деле Божьем, доверяться Богу. У меня физика, математика всегда пятерки была, литература тройка. Я боялся. Боялся пару слов сказать. Но я попросил Бога. И Бог дал. Я узнал, что молятся со слезами. Я попросил у Бога, и не могу остановиться. Слезы у меня обезвоживание организма началось. Весь мир открылся перед глазами. Я всех стою и молюсь, и в два потока слезы идут, как у Ефрема Сирина. Бог делает. Я могу похвалиться моим Богом. Что благодать делает? Да доверьтесь Ему. Он жизнь вашу изменит в один день. Такая жена, такие ребятишки. Народ к вам относится. Организуйте курсы. Хотя бы три раза в неделю ведите. У себя дома собирайте или где-то. Начните прямо. Вот у нас третий том, открытый окон. Как вести занятия? Пособие по Евангелию от Марка. Что говорить? Сколько человек? Какие дополнительные слова? И вы увидите, какой мощный у вас образуется тогда коллектив. Вы будете посылать их в разные места. Не будете ни баптистов, никого бояться. С ними вместе сами пойдете. И вот побыл я, священник приходит, говорит, ходили мы к баптистам-то. Я говорю, ну и все. Вот это да. У меня, говорит, тут воскресная школа. Город-то большой, говорит, воскресная школа, человек там 15. Я пришел, в них 300 человек. А приехали недавно. Это работа. Ты смотри на них. Ты добрый должен брать везде, как Антоний Великий, как пчела со цветка на цветок перелетает. Ты видел так? Видел. У меня Библия, ну и Новый Завет издан, я говорю, отнесите, там священнику написал один, а он благощинный, Красноярского края, отец Александр Бурдин. Он сейчас с хитом какой-то монах в Грецию уехал. С отличием, с красным дипломом в Московскую духовную академию кончил. И три брата, все священником. Один был шипом прокурора был. И вот я к нему приехал, он меня вызвал в просторе пещи сделать. Я 40 лет пещеньком работал. И он все еще под впечатлением сосходил к 50-никам. А вы были у них? Я говорю, как же не был. Это духовная родина моя. Я там Евангелие получил. Как они молятся. Я такой молитвы сроду не видал. Уже неделя прошла. Такой благощинный, такой опыт. И он все еще под впечатлением. Документы на них кто и не молится, говорит. Вот что. Вам нужно увидеть. Маленько вот эту свою трухлю-то маленько разогнать. Рязку. Дать течение в воде. Чтобы не закисло. Я же из протестантов пришел. Все это я видел. А что же с вами сделалось? Хуже православных стали. От протестантов пришли, вы должны там огонь были принести Духа Святого. Им не хватает только священства, епископата. Они во всех параметрах лучше нас. В сотни раз. Да не лучше они нас. Я знаю их. Они в таком самообольщении находятся. Простите меня. Я вот просто сейчас вставлю свои пять копеек. Они, может быть, это пять копеек. Я с ними общался. Я жил с ними сколько? Три года мы с ними жили. Я знаю их. Кстати, Тимофей Хайт из моей секты был. Он так называемый университетское библейское сотрудничество. Мы с ним дружили. С Тимофеем Хайтем. То есть он все это Библию. Все это мы с ним вместе. У баптистов курят или не курят? Ни одного. Да не курят они. У вас 100% почти курят. Дальше. У них какая измена семьям? Вы посмотрите на своих. Сколько наркоманят у вас и сколько у них? Сколько у вас матерятся и сколько у них? Сколько разводов у вас и сколько у них? Сколько абортов у баптистов у вас? Ну что сравнивать-то? Сравнивать них? Да в том-то все и дело. Они уже праведники. А зачем им Бог тогда нужен? Тогда зачем им Бог нужен сейчас? Зачем им Бог нужен если они праведники все? Вот они считают Потому что они щищены через слово. У них Библия. А вашего народа Библии нет. Даже вы не можете найти где какая книга и что вам искать надо ее. Они работают с народом. Они не скажут что народ темный бестолковый как я экономцам сказал с Павлом Флоренским. Да народ темный необразованный. Ни один сектант этого не скажет. Они самым негодным работают. Вы сейчас так говорите что к ним все пойдут. Вы так говорите о мусульманах хорошо к ним все идут. Все ухудает только наша церковь. Ну это же вообще просто какая-то ну не то что утопия вы ставите в тупик какой-то что делать нам-то. Там все хорошо у нас все плохо. Работать. У нас все плохо. Все плохо. Я говорю с мусульманами я беседую мулы в Санкт-Петербурге. Я их спрашиваю с какой у вас процент девственности. Они не понимают о чем спрашивают. Сто процентов. И вы своих спросите прихожанах-то. И она в восьмом классе она уже никто. Шлюха. Да у мусульман весь 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 трафик наркоманский идет через мусульман. Ты вы что говорите продажа продажа детей продажа этих людей через мусульман. По их книгам по их книгам священные у них так написано по Корану. Вы обратили этого мулу в христианство? Да конечно нет. Ему удобно там. Зачем? Я могу грешить и еще в раю быть. Я могу убивать неверных насиловать неверных и быть еще в раю потом. Где мне будут давать плов и блудницы. Ну как? Ну как можно? Мы поделились мнением. Я вам сказал. Да. Я согласен. Я согласен с этим. Но то что вы вот так там всех обеляете православные все в грязи в говне извините. А они все хорошие. Да мне ближе наш какой-то у меня вот просто я вот по моей памяти у меня сосед был все они там двое пьяниц были. Я не то что но к ним не придешь ночью днем придешь за помощью всегда идут помогают дядь Петя а соседка вся такая нравственная вся такая рубля не выпросишь к ней никто никогда не ходил а вот к этим пьяницам я всегда их вспоминаю вот я говорю господи вот удивительно всех вспоминают пьяницы вот эти добрые люди которые всегда идут помогают да они выпивали там то есть ну вот как придешь всегда идет на помощь всегда а вот эти все нравственные ой нет там нет все они все не пьют не курят и все вот такие идеальные я плевал на эту нравственность которая которая не слышит нужды другого человека которая возгордилась своим положением что я общался с этими пятидесятниками они там мы наркоманы были сегодня мы не наркоманы аллилуйя и такое самомнение о себе такая гордость я говорю лучше ты был наркоман что ли чтобы ты не то что там был просто чтобы тебе покаяние это было а у него сейчас все он аллилуйя он уже он уже все он лучше всех и вы кстати вот ваши вы же простите но опять же молитвы вы там сами стоите молитесь ну то есть ваша молитва звучит как фарисейская молитва спаси тебя господи что я не такой как вот эти все вокруг нашей общины вот мы такие дай им всем в разуми всех их а мы вот тут такие все понимаем и все чисто фарисейская молитва которая нам на великом пасе только и говорится на великом посте мы говорим молитва василия великого господи не вмини греха братом мне не дай мне там молитва именно покаянная молитва и не дай нам стать этим вот именно чтобы мы были этим фарисеем потому что молитва мытаря она более для бога ближе оказывается православный батюшка на сто процентов вы православный батюшка я стал православным помолитесь когда будете молиться молитесь если помолитесь значит ну все ладненько я понимаю мы хорошо поговорили значит я оставляю еще раз повторить образуйте кружок и занимайтесь чтобы люди платили десятину и вам не надо будет торговлей этой заниматься дом торговли и вертие прозбойников это не храм это дом божий люди будут платить десятину вы проживете намного лучше ни за крещение ни за что нигде ни копейки никогда не надо брать а я не беру вот я у меня нету прескуранта цен приходят люди и просто батюшка сколько я должен вы мне ничего не должны ну они как батюшка ну и что-то там суют ну суют уже по своей по своей как говорится я ничего не беру мне сказал господь бесплатно взяли бесплатно давайте ну все просим благословения батюшка спасибо господи спасибо господи давайте я сейчас эту деву дни пресущественно горождает и земля вертик неприступному приносит ангели с пастырями слава словят волосы же со звездой путешествуют на городе родися от роча млада при вечный бог спаси господи помоги вам господи слава тебе господи слава хорошая была беседа